21 апреля в Твери на пересечении улицы Можайского и Бульвара Гусева в автомобильной аварии пострадали два человека. Столкнулись две иномарки Киария и Шкода. Киа поворачивала налево с Можайского на Бульвар Гусева. Шкода шла по Можайского прямо. Практически повторилась ситуация зимы прошлого года на шумевшее столкновение у кукольного театра. Напомним, в той страшной аварии пострадали пешеходы, ожидающие разрешающего сигнала светофора. Здесь, в Южном, движение тоже интенсивное и много пешеходов. Основной удар приняло металлическое ограждение, в которое укуталась Шкода. Киа осталась без носа. Водители столкнувшихся автомобилей, оба мужчины 99 года рождения, увезли на скорой. Полученные ими травмы, по словам сотрудников ГИБДД, не очень тяжелые. Старший брат вас звонил, что так-то так случилось, приезжай посередине. На место аварии вызвано отделение первой пожарной части. Огнеборцам предстояло проливать асфальт. Случившегося собрало немалую толпу зевак. По первоначальным данным ГИБДД, оба водителя были трезвы. Что стало причиной столкновения, разбирается следствие. 22 апреля в московском районном суде города Твери решался вопрос об избрании меры пресечения начальнику московского отдела полиции и инспектору группы организации службы отдельной роты ДПС ГИБДД, задержанных накануне сотрудниками ФСБ и отдела собственной безопасности ОМВД. В региональном следственном комитете в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. По версии следствия, с августа 2020 по февраль 2021 года начальник московского отдела полиции города Твери, инспектор группы организации службы отдельной роты ДПС ГИБДД МВД России по городу Твери, систематически превышали свои должностные полномочия, принимая незаконные решения и действуя в интересах третьих лиц, способствуя последним в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. В результате слаженных и профессиональных действий сотрудников регионального ФСБ России, подразделения собственной безопасности УМВД России по Тверской области и следователи Следственного комитета проведены обыски в жилых и служебных помещениях, личных и служебных автомобилях фигурантов по делу, после чего подозреваемые были задержаны. Андрей Еременко, начальник московского ОВД, заключен под стражу на два месяца до 19 июня. Когда программа готовилась к эфиру, решение по второму подозреваемому принято не было. В Следственном комитете идет допрос свидетелей. Предварительное расследование продолжается.